Дмитрий Швидковский Вы возглавляете крупнейший архитектурный вуз страны. Чувствуете ответственность? Ой, даже слишком. Вообще хотелось бы чувствовать меньше. Но жизнь сложилась так, и ход развития архитектурного образования в нашей стране пошел так, что Мархи остался единственным специализированным архитектурным вузом. Архитектурию учат в самых разных местах, но ее учат вместе с чем-то еще. Чистой архитектуре как искусству учат в нашем Московском архитектурном институте. И учат уже 300 лет. Ответственность очень большая, потому что, во-первых, практически почти все архитекторы, строившие в Москве последние два, а то и два с половиной века, учились в нашем учреждении. Более того, практически все преподаватели всех других кафедр, факультетов и всех тех мест, где обучают архитектуру в нашей стране, тоже кончали наш институт. Или как студенты, или как аспиранты. Когда мы делали новый образовательный стандарт, в других специальностях была разная конкуренция, готовили разные стандарты, мы собрали наших лучших выпускников со всей страны из разных вузов и подали один общий стандарт, который сразу был принят, потому что был один. По нашим программам воль-неволе учатся почти во всех архитектурных школах России, в большинстве архитектурных школах Китая, всех архитектурных школах бывших советских республик. А этот стандарт, он давно был утвержден? Стандарт был утвержден всего три года назад, но он уже с тех пор дважды менялся. Теперь он называется «три плюс плюс». Как-то радикально менять его пока никто не готов, а это вообще большая, тяжелая и важная очень работа. И в мире стандарты очень разные. У нас свой собственный, сугубо национальный. Вот у нас недавно была комиссия ЮНЕСКО и Всемирного союза архитекторов, и они признали вот эту нашу программу безусловно. Ну, конечно, они дали нам разные советы, но признание было полное. Американский институт архитекторов делал такой тоже опрос по всему миру основных методик архитекторного образования. И Мархи вошло в число отобранных 25 методик, которые сочли американские и международные жюри, сочли необходимым сохранять как важную для архитурной профессии в целом. Конечно, все это делает пребывание здесь, в этом здании, для всех преподавателей, но и тем более для меня, как ректора, очень ответственным. Студенты многих других ОЗОВ, в которых были в кафедре архитектуры, посещали Мархи в качестве вольных слушателей. В частности, чтобы прослушать курсы о современных технологиях в архитектуре. Сейчас это сохраняется или с появлением стандарта ситуация поменялась? Вы знаете, нет. Пожалуй, ситуация поменялась в сторону того, что стали посещать больше. Во-первых, новый третий стандарт предполагает бакалавриат и магистратуру. Если бакалавриат у нас, как и раньше, все-таки больше людей из Москвы, Подмосковья, каких-то ближайших городов, то в магистратуру идут из всех частей страны. Многие наши курсы пользуются интересом студентов. И к нам на некоторые лекции именно по современной архитектуре, современному искусству в последнее время ходили и из МГУ, и из Суриковского, и из Трогановки. Мы никому не препятствуем, готовы делиться тем, чем можем. Нет, это вот такой обмен, он наоборот активизировался. А появление системы многоступенчатого высшего образования, то есть бакалавриат, магистратура, как-то принципиальным образом повлияло на состав учебной программы? Получается ведь такое разделение, бакалавр — это первая ступень, магистратура все-таки немножко серьезнее и выше. Вот на процесс образования архитектора это оказывает влияние? Вот прошло тоже уже три выпуска магистратуры, и мы поняли, насколько это хорошо. Мы сумели сжать в пять лет. То есть мы в пять лет бакалаврам даем то, что раньше давали в шесть. А вот зато за два дополнительных года — это так здорово. Во-первых, ты имеешь дело уже с более взрослыми людьми, потом они уже имеют диплом архитектора и, в принципе, могут проектировать и работать. И многие работают, и большинство работает. И мы это поощряем. Тут мы уже штучно затачиваем каждого человека. Мы стараемся, чтобы у каждого была индивидуальная совершенно программа. Мы создали уже новых направлений, которые не готовили. Это самое, пожалуй, серьезное и популярное сейчас — это храмовое зодчество, которого столько лет в нашей стране, почти сто, не было. И во благословение священнейшего патриарха мы открыли именно в магистратуре такую кафедру, где уже готовые архитекторы учатся дополнительно тому, как выражать духовные ценности в архитектуре. В магистратуре занимаются, например, лунными поселениями. Не только в нашей, в Гарварде, в Циньхуа, в Пекине. Так что мы не то, что какие-то сумасшедшие, которые хотим жить на Луне. И у нас кафедра в магистратуре открылась экстремальных сред, архитектурой экстремальных сред. Это имеется в виду космос, подводное строительство и Арктика, Антарктика, естественно. А кроме того, еще открыли военную кафедру. Но не для того, чтобы готовить офицеров, для того, чтобы готовить тех, кто будет строить для солдат, офицеров и для, не знаю, ракет, или какому там еще будет нужно, специальные сооружения. Характерной особенностью в архиве всегда считалось то, что студенты работают не только с современными технологиями, то есть на сегодня это автокад, 3D-технологии, но и всегда занимаются черчением, много работают руками, много рисуют, делают архитектурные отмырки. Почему это важно? Знаете, это продолжается. Это идет два года первых. Потом ты можешь хоть всю жизнь работать руками. И некоторые архитекторы великие до сих пор так и делают. Но это совершенно необходимо для того же, для чего пианисту надо изучать гаммы. То есть, понимаете, вот надо... К сожалению, это чисто человеческое свойство. Вот соединение пальца и глаза. И чтобы найти пропорцию гармоническую, как слуха и, так сказать, и тех же пальцев при, не знаю, пианино, чтобы найти гармоническую пропорцию, автоматически уже, ты должен научиться это делать руками сам, без компьютера. Потому что у компьютера не получается. Как ни странно, компьютеры не умеют делать композиции. Может быть, они когда-нибудь научатся. Вот так что у нас обязательно ручная графика. Кроме того, мы готовим ведь, в общем-то, не только архитектора, если сказать откровенно. У нас очень много художников. Целый ряд даже председателей Союза художников были. Вот сейчас вот Константин Худяков, это тоже выпускник мархи. И многие другие, а уж сценографы театральные, тут почти все, и Борис Асафович Миссерер, и знаменитый в прошлом, Курилка Рюмин, конечно, старший. Очень хорошо блестяще рисовать нужно, необходимо. Но нужно не хуже знать и компьютер. И часто, вообще-то, вот самые наши лучшие, их мало. Но самые наши блестящие студенты, вот в последних выпусках, они понимают архитектурные программы лучше программистов. И организуют, делают программы себе, уточняют. При всей насыщенности программы в архитектурных вузах, и при том, что обучение архитектора это еще и большая творческая работа, студенты мархи всегда очень инициативны. Они проводят различные ярмарки искусств, выпускают сувенирную продукцию с логотипами вуза. Я много раз видел это в интернете. Очень активно идут социальные сети. Это работа именно инициативных людей, студентов? Или этому как-то способствует, или, может быть, поощряет на это преподавателей? Преподавателей нет. Это сами студенты, прежде всего. Но и студенческие объединения. У нас есть вот статус совета, обычно это объединение самых активных. Есть специальные у нас подразделения в вузе, составные из молодых людей, которые помогают, инициируют вот эту вот программу. Но это крупные программы, как наше участие в Тавриде, предположим, или в Селегере, или в Хакатоне, который был в Новгороде в прошлом году, в этом году будет в Казани. Но все же это делается организованно. Несмотря на то, что вы занимаете руководящую должность, вы продолжаете вести занятия, читать лекции. Вы любите преподавать и стараетесь таким образом как-то познакомиться с студентами, которые сейчас проходят обучение? Вы знаете, я использую все, немногие, к сожалению, для меня возможности, как можно ближе познакомиться со студентами. Поэтому я читаю лекции, к сожалению, не курсами, а я читаю по нескольку лекций на разных курсах, и младших, и старших, и на разных специализациях, именно для того, чтобы понять, чем люди живут, что им, может, еще не хватает, или что им может, может быть, я могу быть полезен. В Российской Академии Художества тоже проводили курс лекций. И это был действительно уникальный курс, потому что там зачастую были представлены даже неопубликованные материалы, то есть это очень интересный взгляд на них, на что-то совершенно новое. Какова была целевая аудитория тех лекций, которые проходили в Академии? Ну, вы знаете, в Академии мы приглашали и искусствоведов, уже, так сказать, работающих в науке, и студентов художественных вузов. Но, надо сказать, вот по, так сказать, опросам больше всего приходило краеведов. Причем приезжали издалека. То есть, ну, за 3-4 часа езды на электричке там откуда-нибудь, за Орла или сколько там больше ехать. Но, во всяком случае, вот такие люди из Север... Я несколько человек... Ну, это не всякий раз были, но они потом ко мне подходили, я с ним разговаривал. Вот некоторые были даже с севера. Хотели строить монастырь и узнать, конечно, что-то про такую архитектуру, византийскую особенно. А потом, это одна из важных задач Академии художеств, поставленная так еще Екатериной Великой. Так что мы просто продолжаем традицию. Вы планируете еще проводить такие? Да, непременно. Вот с осени мы снова начнем. Сейчас, конечно, трудно, потому что у нас все-таки 500 человек мы выпускаем на вечернем и на дневном. Да еще и бакалавров, если еще и бакалавров приблизить, и магисты, в общем-то много, да не 500, а на ночах 700 получается. А все-таки хочется узнать. Я всех... У нас ректорский просмотр обязателен. И я все-таки всех вижу. Конечно, так коротко, недостаточно, но всех смотрю до одного. А теперь начинаются буквально в следующей неделе вступительные экзамены. У нас традиционно в районе 6-7 человек на место уже на течение многих лет. Экзамены тяжелые. И, в общем, мне тоже надо часто быть на месте, потому что и люди срываются, и, в общем, надо обеспечить, что все было хорошо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова